Потом, когда мы про кино закончим, прошло 4 минуты, мы не сможем про кино говорить, мы поговорим о вас и о вас, что вы любите, что вы слушаете, как вы представлены в сети. А мы в кадре, мы в кадре уже, все, так что... Удачи. Приветствую вас. Вот, мы уже в эфире, поэтому, Михаил, я не знаю, с какого времени мы в эфире, может быть, уже последние минут 5, поэтому вы уже не успели рассказать про стиль, поэтому расскажите про него. Я поддерну молнию в связи с этим. Ну что, наш фильм, ну как наш, у нас очень много актеров там снималось, их много, но Люба одна из главных актрис, играющая одной из главных ролей, фильм «Рассказы», называется «Рассказы», какое-то странное название, через несколько дней, 15 ноября он в прокате, это несколько, то есть это в прямом смысле «Рассказы», это 4 истории, объединенные интересной линией, и это кино, жанр которого определить не может никто, ну и я сколько ни пытался, поэтому, ну то есть я даже пересматривал специально несколько раз в попытке, когда меня просили сказать, напиши, пожалуйста, жанр, вот кино, я сидел, 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 невозможно. Ну, все-таки я понимаю, что вы не хотите рассказывать сюжетную линию, но насколько я понимаю, там 4 новеллы, они объединены сценарием, которую герой предлагает, не сценарий, а книгу, да, он предлагает издательство. Так или иначе, там есть мистическая линия книги, то есть... Рукописи, да, вот предложенные издательства. Которая, писатель, молодой писатель, которого играет, и это примечательный момент, лидер группы Каста, Влади, он автор этой книги, он ее приносит в издательство, и дальше все вокруг этого начинает крутиться, и больше сказать нельзя. Крутиться и вертеться, понятно. И так будет вряд ли интересно, а если рассказать, вообще не будет интересно. Хорошо, не будем рассказывать, тогда мы будем рассказывать то, что точно интересно. Нам интересно, как Люба познакомилась с Михаилом, с режиссером. Расскажите нам. Да, но это прекрасная история, тюзде с чем я тоже, ну, нечего, к сожалению, подтянуть. Но, в общем, мы познакомились на Кинотавре, когда было это было... В прошлом году. В прошлом году, это было в прошлом году. Мы приехали туда с короткими этрами Гиннеса и Фулаевой, где я тоже снималась. И, собственно, и шиповник этот короткий метр показывали вместе с «Миром крепежа» Миши. Правильно? Да, я представлял там свой фильм. Да, да. И таким образом мы посмотрели фильмы друг друга. Друг друга. Да. Я, конечно, сразу влюбилась в работу Миши, в «Мир крепежа». Мне очень понравилось. Мне стало сразу же очень интересно с ним поработать. И я была очень счастлива, когда он меня позвал на пробы, и что я могу попробоваться. Нет, ну, до того, как Михаил вас позвал на пробу, произошло вот, ну, техническое знакомство. Вот мне интересно, вот как это было. Теперь, Миша, не надо разыгрывать, но как это было. А, кстати, я не помню, как мы с тобой познакомились. Я помню, что я... Так ты очень технически мы с тобой познакомились. Очень технически. Я помню, что мы обменялись с тобой телефонами. Да. Ты помнишь, как это произошло? Ну, если у вас есть минут сорок, поговорите об этом, я готов. Нет, у нас осталось время на девятнадцать сорок. Погода была не так, не тёплая, не холодная. Да, я думаю, что... Мне кажется, что мы познакомились на фестивале, и потом, когда... Сразу после фестиваля я понял, что мы, скорее всего, будем снимать этот фильм, поскольку это было очень свежо, это знакомство, то, естественно, когда я стал думать о кастинге, об этом персонаже, первое, о ком я вспомнил, это была Люба. То есть, если бы мы с тобой познакомились чуть раньше, я бы мог и не вспомнить тебя. Даже не подумала бы. А, кстати, смешно, что, Миша, помнишь, мы с тобой встретились просто, типа, ты меня позвал на встречу, и я подумала, что... Так, Миша меня пригласил на встречу, всё, мы будем говорить о кино, и что я позову тебя, типа, смотрю, ну, на какую-то роль. И я ехала абсолютно с наверением о том, что... Ну, в общем, я думала о том, что мы с тобой будем, ты будешь мне рассказывать о роли, который мне предстоит, и в итоге оказалось, что Миша мне сказала, да нет, мы просто с тобой встретились поговорить. Но я уже не помню. Так иначе, фильм состоялся, и роль состоялась. Да. И роль есть. Хорошо, а кастинг на остальных исполнителей происходил? То есть вы чётко понимали, кто кого будет играть, или у вас были какие-то там... Очень интересно было, потому что, например, в одной из новел главную роль играет Мерзликин Андрей, и мы с ним договорились, что он будет там сниматься, ещё до того, как я дописал это до конца. Просто я ему сказал, у тебя вот эти числа свободны? Он говорит, ну, в принципе, да, я говорю, ожидайте. И стал писать. И в этом смысле это было очень интересно, то есть кастинг произошёл до написания сценария, и это очень интересно, когда ты пишешь роль, и уже представляешь этого актёра, и ты, когда знаешь, кто это будет, эти слова говорить, как он будет смотреть, реагировать, то уже и слова рождаются не абстрактные для какого-то персонажа на бумаге, а вот, ты знаешь, вот Мерзликин эту фразу скажет так, а это он вообще не скажет, поэтому лучше придумать другое слово. И вот был ряд персонажей, когда я уже писал, я знал, кто будет играть, но она, много других персонажей, конечно, проводили кастинг. У вас, допустим, когда вы прикидывали эту ленту, был какой-то набор актёров, которых вы, предположительно, хотели пригласить, но были ли такие актёры, которые вы понимали, что, ну, вы их не можете пригласить, ну, допустим, Роберта Де Ниро там или прочее, но хотели бы. Есть такие актёры, которых вы хотели бы снять, но которые сейчас пока для вас недостижимы? Ну, применительно к этому фильму… да нет. То есть вы объясняли тех, кого, собственно, и хотели? В принципе, да. Вот такой ожидаемый ответ прямо вот. Судьба, что хотел этого, он в этот момент уехал на юг, этому не дозвонился, а это случайно в этот момент проходило мимо. То есть момент случайности, просто человеческий, всё равно всегда есть. Но вообще иллюзия недостижимости того или иного актёра, она абсолютная иллюзия. То есть я думаю, что любой режиссёр… Ну, а как, по деньгам вы там, ну, не знаю, ну, вряд ли вы там Хали Берри можете себе позволить. Денег не… кого? Ну, Николь Китман, допустим. Я недавно беседовал с Гопорохи, но я выяснил, что вы знаете, кто такая Хали Берри. Кто это? А вы не знаете, кто такая Николь Китман. Я думаю, что денег… Это общее в наших всех режиссёрах, они голливудских актёров просто не знают. Я думаю, что денег не существует. Это отправная точка для режиссёра. Я думаю, что любой режиссёр может прийти с интересной идеей к Николь Китман. Вот потом надо в Википедии посмотреть. Посмотреть, обязательно. И… Покажи тебе. И всё? И все те люди, которые снимаются за миллионы, могут сняться и за бесплатно, и найти свободное время, когда всё время занято? То есть проблем не существует вообще никогда никаких? Вот Люба же согласилась? Ну, в общем, с вами, я знаю, много людей, вы подискутировали здесь, в этом месте, но это просто не моя прерогатива. А скажите, Люба, а для вас деньги тоже в кино не главное? Да? Вы пришли самореализовываться? Ну, тут больше я за идею обычно. То есть если мне нравится сценарий, если мне нравится идея, то я всегда готова. И ещё мне очень важно находить какой-то… Если я вижу, что у меня есть общий язык с режиссёром, например, то для меня это очень много чего значит. То есть, например, вот с Мишей мы нашли… Кстати, что оказалось, в итоге ты даже не помнишь, что мы так общались с тобой. Ну, в общем, мы нашли такой общий язык, что он, например, мне говорил, «Люб, играй нормально». И я понимала, что он имеет виду, и я начинала делать, как в его понимании, нормально. Ну, да, это такой особый режиссёрский метод и особый режиссёрский язык, потому что некоторые действуют там по системам таким. Вот у Станиславского власти какая-то другая система есть. А когда… У нас была очень простая система, например, я вижу, что она играет не очень. Я говорю, «Люба, играй нормально». Да. И как-то вот всё в этой фразе есть, и Люба начинала играть хорошо. Или что-то как это. Да, или вот если она плохо играет, вот фраза, ну что-то, что-то как это. Моментально она понимает, это действительно, что-то как это. И сражается не как это, а как нужно. И вот это и есть общий язык, он заменяет все системы. Люба, вы за ваши 22 года только два сценария вам понравилось, насколько я понимаю, потому что вы сказали, что если вам нравится сценарий, вы снимаетесь. Вы снялись в двух фильмах. Нет. Уже нет? Уже гораздо больше. Уже нет, да. Расскажите, как еще. Ну, то, что сейчас только будет выходить, все, в принципе, в производстве. Ничего страшного, да. Я не знаю, как в итоге будет называться, но рабочее название фильма «Лучшая девушка Кавказа» это такой намек на кавказскую пленницу. Я знаю, что ремейк полностью снимали «Кавказская пленница», вот. А со мной снимали вот фильм «Лучшая девушка Кавказа». Это намек, то есть есть жанр ремейк, есть жанр намека. Да, да, это такой намек на кавказскую пленницу. Ну, и тоже есть Нина, Нина и я. И это такая комедия с Костей Крюковым, мы там бегаем и веселимся. Хорошо. То есть там есть, видимо, Шурик. Да, Шурик. Ну, там не Шурик, он Борис там. Вот, но... Намек на Шурик, я понимаю, чтобы Борис намек на Шурик. Люба, кроме Михаила, какие у вас еще любимые режиссеры есть? Будь осторожным на отвечение этого вопроса. Да, вы на очень тонкий лед, я вас завожу сейчас. Ну, озвучите вот топ-5 ваших любимых режиссеров всех времен и народов. Вы можете называть иностранных, чтобы я не чувствовал какую-то конкуренцию, потому что иностранных... Послушайте вас, Михаил, он пока все, что он говорит, это верно. Хорошо. Нолан. Отлично. Да? Кто это? Бэтмена, который я снимал. Бэтмена. Бэтмена знаю. Да. Ну вот, Кристофер Нолан, потом мне нравится Ларс фон Триер из русских... Ну, то есть, знаете, я на самом деле не... То есть из русских Ларс фон Триер, ты говоришь? Да, Ларс хороший. Я не очень образована, может быть, в этом плане. Но вы не должны быть в этой актрисе, да. И... Да, спасибо. Спасибо. И не совсем... Не много, в общем, знаю режиссеров по фамилиям, по именам. Это очень часто, я тоже самое, я знаю много, кучу фильмов, но я очень... Не всегда посмотрю, кто это снял. Спасибо большое, что это... А вы не смотрите режиссеров, да? Ну, иногда, когда, иногда, там, новый фильм такого-то режиссера, ты идешь, ты знаешь, что ты идешь, но иногда мотивация другая, и ты смотришь... И ты не сможешь, что режиссер, и это тоже нормально. Вот, да. Ну, так что, в общем... У меня задача сейчас оба. Хорошо, так, да. А скажите, ну, а у вас есть, как, ну, для себя, учителя в такими моторах, или вы вот просто снимаете по на ИТЮ, и вы делаете... У меня есть любимые фильмы, но... Озвучите, пожалуйста, топ-файв ваших любимых фильмов. Я буду вас разочаровать, потому что это будет сейчас искусственным, потому что я сейчас буду истерически пытаться этот топ-файв составить. Но мой... Знаете, мне нравятся почти все фильмы. Я считаю, что все фильмы хорошие. Хорошо, тогда конкретно. Вы последний фильм Хлебникова увидели? Пока ночь не... то ли не разлучит, то ли не разлучит. Мы этот фильм имеем в виду? Ну, да. Этот. Конечно, я видел последний фильм Хлебникова. Опять же, почему, конечно, даже не спрашиваешь про его? А я видел, мы участвовали вместе в этом году на кинотавре, в фильме нашего, на рассказы участвовали. Хорошо. И, ну, ваша оценка как работа коллеги? Не может быть оценки работы коллеги. Я могу говорить что-то об иностранных режиссерах, а я не хочу никогда ничего говорить о неких российских. В принципе, независимо от того, нравится мне или не очень. Я не просто так спросил про этот фильм, потому что он мне напоминает по описанию. Я ваш фильм, к сожалению, пока не посмотрел, Хлебникова видел, но по описанию это очень похожая структура. Это тоже несколько новелл, несколько рассказов объединенных. У Хлебникова нет новелл. У него просто очень пестрая структура того, что происходит в одном ресторане. Это один полнометражный фильм, история одного дня, одного ресторана, даже одного вечера скорее, но от того, что там очень пестро выхватывается один столик, другой столик, за которым люди разговаривают, это не становится новеллами, это все. Один фильм полнометражный про... Но у вас же тоже не новелл, у вас, в общем-то, это такая сквозная история, или вы считаете, что у вас... Я думаю так, что когда выходит фильм просто обычный полнометражный, ну, например, какие бывают полнометражные фильмы? Ты хотите знаешь? Всякие полнометражные фильмы. Кавказская пленница. Кавказская пленница. Или, например, художественный фильм, какой-нибудь умный фильм. Мой друг Иван Лапшин, Германа. Мы же их не сравниваем только потому, что они полнометражные. Только потому, что там сквозная линия. А когда выходит там два-три фильма, состоящие из новелл, их моментально начинают сравнивать. Между ними нет ничего общего, но почему их надо сравнивать только из-за композиционного построения? Поэтому, мне кажется, каждый фильм – это просто отдельно взятая история, отдельно взятое произведение. И надо забыть... Мне кажется, надо просто забыть о таких методах... Я понял, да, уже все, хорошо. ...сопоставление. А это ваш сайт, да? М.Сигал. Да, да, да. Вы сами занимаетесь модерированием? У вас есть iPad. Модерированием. Ну, мне положено просто по должности. У вас же тоже, наверное, есть iPad. Люба, у вас же есть iPad, скажите? Нет, мне украли. Украли iPad, да? Ну, а Михаил недостаточно заплатил гонорар, чтобы купить новый iPad, кстати? Мне подарили. Или вы работали на энтузиазме исключительно без денег, а как-то пропустил этот момент? На энтузиазме. Понятно. Михаил, вот, насколько я понимаю, вы в Орле уже начали, да? Да. Ну, расскажите просто, пока не все наши зрители ломанулись к своим iPad, но многие их украли, и они не могут прочитать вашу биографию, немножко расскажите о себе. Я думаю, что, конечно, то, что я могу показать зрителям, гораздо интереснее того, что я могу рассказать о себе. Да, я родился в Орле, и там сколько-то лет... Вы музыкант. ...детство, юность прожил. Я музыкант. Ты тоже еще музыкант. Люба, если бы ты знала раньше, что я музыкант, все могло бы сложиться иначе. Может быть, я спела бы, а ты сыграла бы на чем-то. Да. И потом, в какое-то время, я приехал в Москву, стал сначала снимать клипы, потом потихоньку-потихоньку еще клипы, затем... Кому вы снимали клипы? Я-то знаю кому, но зрители могут не все знать, поэтому огласите спицы. Сейчас я покажу аттракцион чтения странички через заднюю стенку iPad'а. То есть вы не помните? Нет, но я владею этим москвичем. Я могу выяснить соответствующую страничку, вот здесь вкладка есть. Я так сложил, что я снимал много клипов почему-то именно рэп или рок-исполнителям. Ну да, Йосиф Кобзон, да. А не поп-музыкантам. Я много снимал B2, Spleen, Kast'e, Начнем с Найпером, Ногу свело. А Йосиф Давыдович разве не снимали? Да, был один клип, где принимал участие Кобзон. Ты понимаешь, я видел Кобзона. Я даже не могу себе представить. Более того, я ему говорил вот так-то так-то, и он слушался. Это такая ответственность. Да. И так получилось, что вот именно даже когда я делал клипы, у меня они, и в силу материала вот той музыки, которая мне попадалась, наши рок-музыканты, уже тогда у меня получались больше клипы похожие, ну такие киношные клипы. То есть у меня не получались никогда такие красивые MTV-шные поп-клипы вот в этой эстетике. И я... это вот так. Хорошо. Ну давайте тогда у Любы узнаем, что у нее получалось и что не получалось в ее творческой биографии. Что вы делали помимо съемок в ряде фильмов? Люба рэперша. Я тут еще рэпер, да. И периодически читаю рэп в душе, сама себе, своим близким читаю рэп. То есть ты близким в душе читаешь рэп? Вы можете сейчас что-нибудь читать? Нет, к сожалению, это в прошлом. И мне нужно провести ряд упражнений с пробкой, знаете, для дикции, чтобы хорошо получилось. Ну из такого упражнения у нас в институте выучили такая пробка, от вина берется и берется в рот, и ты начинаешь разговаривать, и потом у тебя как прям лезь и песня. Это в Авгике? В ГИТИС. Я закончил в ГИТИС. А вы в Авгике, да? Я учились, нет? Я не закончил в ДИК, я там начинал учиться, но не закончил. Поэтому Люба из нас двоих человек с более правильным и законченным специальным образованием. Ну, как-то вот я, честно говоря, закончила, конечно, ГИТИС, но я понимаю, что в силу того, что я поступила очень рано, в 16 лет, я понимаю сейчас, что я могла гораздо больше взять из ГИТИСа, чем я взяла в итоге. То есть мне так кажется... А чем вы взяли в итоге? Просто, может, вы говорили? Помимо неизданных книг в библиотеку, можно было еще что-то забрать. Да, я взяла, например, книжки. Ну, я могла лучше учиться просто, и на меня всегда ругался мой мастер Алексей Игоревич. Прошу, Алексей, по поводу все-таки образования. Вы считаете, что можно научиться снимать кино? Потому что есть такой тезис, что это либо дано, либо не дано. То есть либо есть дар быть режиссером, либо такого нет. Во многом научиться снимать кино можно, потому что, конечно же, то, чего нам в большинстве случаев сейчас не хватает в российской кинорежиссии, это ремесленные части. И кто гений, кто не гений, это всегда непонятно, это время решит. Но то, что действительно у многих очень талантливых режиссеров, мега-мега-гениальных, которые не учились и не владевали ремеслом в вузах, у них та часть таланта, которая... Их талант, он каким-то образом закрывает эту ремесленную часть, и это хорошо. То есть вот в их случае это и не надо. Но для кучи других людей дефицит ремесла есть, и поэтому можно и нужно учиться и актерскому, и режиссерскому мастерству. Другое дело... Сейчас пытаюсь понять, вы сейчас наехали на цех, то есть на всех коллег сразу, или наоборот? Я... Сказал предложение. То, что гениальность ваших коллег, мы же говорим о ныне живущих, да? Видимо, российских режиссеров. В контексте отсутствия навыков, то есть что такое ремесла, то есть они не знают технологий, да? И это мешает им снимать кино. Я правильно понял? Я просто пытаюсь мысль для себя перевести. Интуитивного творчества, когда ты интуитивно чувствуешь профессию, чувствуешь те решения, которые тебе надо принимать, интуитивно чувствуешь, как работать композиционно со сценарием, как работать с актерами, что им сказать. И эти вещи, если ты талантливый человек и интуиция тебе подсказывает хорошие вещи, они все равно выстраиваются в рамках каких-то законов какой-то гармонии. И поэтому в частных случаях конкретных людей мы действительно можем видеть примеры очень профессионального кино, когда человек формально не учился. Но это же вопрос случая, это не может относиться к индустрии, к профессии. Поэтому все равно нужно учиться. Понятно. Хорошо. Люба, вы учились. Скажите, пожалуйста, вам приходилось читать отзывы на вашу работу? Ну, в благосфере или в прессе? Вы знаете, пока нет, пока я видела только один отзыв, не на рассказы, а на кавказскую пленницу. И там есть моя фотография, написано, что почему взяли такую некрасивую девочку. После этого я решила, что я не буду читать ничего. Понятно. А у вас, вы сами представлены как-то в социальной сети? Я есть на Facebook и на Instagram. А Twitter? Twitter у меня был, но он начал с памяти. Понятно. Но его украли какая-то... Вместе с iPad'ом. Понятно, почему, да. Мы украли iPad вместе с Twitter'ом. А у вас, Михаил, вы представлены как-то в сети? Ну, помимо вашего сайта? Да, я периодически какие-то творческие новости в Facebook оглашу, потому что это очень удобная такая, как бы, доска объявлений, там, где что происходит. Вот у нас сейчас, например, идет ряд премьер. У нас сейчас такой фестиваль на премьерный месяц в разных городах. И я периодически, чтобы не звонить всем, говорю, там, вот такого-то числа у нас премьера там-то. И это очень удобно. Хорошо. У нас осталась всего одна минута. Скажите, что вы хотели... Я о чем-то вас не спросил, очевидно. Вы пока подумайте на тем же вопрос, Люба. Вы скажите, о чем я вас не спросил, но вы хотели бы ответить. Какой-то вопрос, который не прозвучал. Ну, мне, например, очень интересно было бы самому себе ответить на вопрос... Сразу задавайте, вы отвечаете, да. Да. Ну, вот у меня загранпаспорт закончится через какое-то время, а у меня такие поездки, что я не успею его оформить. Удастся ли мне... Дадут мне вовремя загранпаспорт или нет? Значит, все, 15 ноября мы смотрим этот фильм. Я надеюсь, что 15 ноября разрешится ситуация с вашим паспортом. Люба, вы мне ответите потом на этот вопрос. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Я не знаю, в какой момент мы вошли в эфир, но я знаю точно, в какой момент мы вышли. Уже? Да? 24 минуты. Да, прошло. А именно поэтому 24 минуты? А, да? Воспорожье. Это я вам сказал.